Девушки отдыхают Вот я смотрю по шине, на правом фланге пытаются заправить уши в фуражку На помощь ему приходит Дроздов, свисток Нарушение правил, фуражка в диаметре не должна быть больше центрального круга Судья показывает по шине красную карточку, тот в ответ достает кредитную, инцидент исчерпывает Игра начинается с центра поля, Бузникин устремляется туда, откуда ему показывает фигу вратарь соперника А что же вратарь, что он там делает, отвернувшись в углу у ворот Вот она очередная, на этот раз трагическая ошибка менеджеров команды, выбравших спонсорами пивную компанию Очень-очень опасный момент, друзья мои Созданулся возле вокруг ворот, напротив них, впереди Удар, еще раз удар, мимо Тренер локомотива столь агрочен, что даже не может попасть кулаком по столу Вот сейчас вы видите на ваших экранах его лицо сзади А это же опять Бузникин, мяч у него в ногах Удар, штанга, еще раз удар, еще раз штанга Вот он, высший уровень игры, когда нападающий пробивает обеими ногами одновременно А вратарь отражает не только мяч, но и обе слетевшие с ног бутсы А вы говорите, российский футбол умер, да, он умер, но в остальном все в порядке Седников получает передачу от Попеля, отдает Дроздову Тот пасует Лоськова, Лоськов делает длинный пас штрафную Абиори, который сегодня не играет, но Лоськов забыл Мяч опускается вертикально на голову защитника Спартака и прилипает Хотя нет, тут мне подсказывают, что это, видимо, просто остановился кадр Жаль, с мячом уже как Ашвили, он делает длинный навес штрафную Там уже Седников, он подставляет клюшку, простите, это была нога Мяч у Попеля, Попеля идет к воротам, обходит защитник, обходит прокурор Простите, судью, который отдает налево Лоськова Который, между прочим, только вчера был выпущен из СИЗО Который только вчера был выпущен на поле в этом сезоне И вот у самых ворот великолепно открывается Сейника Посмотрите, как он стремительно обводит защитника, обводит вратаря Ну же, ну же, обводит мяч, обводит ворота Да, не ладится сегодня игра, лучше он бомбардировал локомотив Это неудивительно, если учесть, что весь последний месяц он провел во втором составе Да и то играл редко, в основном в настольный футбол с детьми Вот, сейчас на замедленном повторе очень хорошо видно, куда посылает мяч защитник И куда, смотрите на губы, посылает защитника его тренер Итак, подходит к концу, последняя минута матча, счет по-прежнему не открыт 0-0 в пользу Спартака Потому что игроки именно этой команды играют в меньшинстве После удаления в самом начале погребника бесчастных Парфенова-Калинченко с Безродным Впрочем, и локомотив вполне устраивает ничья, вбрасывает титов Следует вялая атака Спартака на свои ворота Чтобы хотя бы дать потренироваться голкиперу и защите А на половине локомотива Дроздов с Евсеем от нечего делать дают друг другу автограф Да, матч подходит к концу, шлисток арбитра Извините, я ошибся, это он издал другой звук Но, тем не менее, игра облизится к завершению Потому что, как видите, мяч уже совсем не пользуется популярностью у игроков Правда, я смотрю, Бузникин упал на правом фланге, держится за живот Да, уж если судья на линии рассказывает игрокам анекдоты, значит, всё Звучит финальный свисток арбитра, команда расходится по раздевалкам Мне очень жаль, что мы сегодня не услышали этого волшебного слова Но сейчас я вам его произнесу, я только дойду до раздевалки Разденусь, сниму рубашку, брюки и туфли Мне будет очень мокро и холодно, именно потому что я гол!